Парная корреляция в ядрах И для этого нам потребуется еще сначала некоторый формализм, формализм фактически вторичного квантования. Насколько вторичное квантование у вас фигурировало уже где-то в каком-то виде? Было, да? В электромагнитном поле, да? А? В электромагнитном поле, да. То есть, в принципе, вы знакомы с операторами рождения и уничтожения. Но там речь шла о квантовах. Мы будем говорить о рождении и уничтожении частиц. Вот. Пусть вот оператор А в крест. Давайте мы напишем ν и А в ν. Это оператор, который рождает частицу в состоянии ν. С квантовыми числами ν. Вот это набор квантовых чисел. Ну, если сверечь, то я просто ν это nLGN набор. Ну, а если это деформированная ядро, то ν это будет опять же nN3λN. Вот. Набор квантовых чисел для одной частицы. Я подчеркиваю, что это квантовые числа одной частицы. Состояние, в котором сидит частица. Теперь, ну, некоторое отличие от электромагнитного поля заключается в том, что у нас частицы фермионы. И поэтому у вас две частицы в одном состоянии родить нельзя. Поэтому вы должны удовлетворить такому правилу, что акрест ν на акрест ν, действуя на вапу, он всегда должен давать 0. Это всегда можно сделать, если эти операторы будут с разными квантовыми числами не коммутировать, а антикоммутировать. Например, акрест ν1, акрест ν2 плюс акрест ν2, акрест ν1 будет равно 0. То есть операторы антикоммутируют. Значит, мы будем антикоммутатор обозначать фигурными скобками. То есть это записано таким вот образом. А акрест ν1, запятая А акрест ν2, а антикоммутатор – это равен 0. Ну, а аналогично и антикоммутатор 2А операторов уничтожения тоже равен 0. У вас автоматически получается, что вы родить не можете две частицы в одном квантовом состоянии. Ну и так, что также вы две частицы не можете уничтожить в одном квантовом состоянии. Если они совпадают не 1, не 2, то это всегда будет 0. Ну и надо дополнить еще антикоммутатором между акрест и А, который аналогичен коммутатору между А в случае электромагнитного поля. А акрест ν1, а ν2 – это есть дырка ν1, ν2. То есть если у вас ν1 и ν2 не совпадают, то операторы акрест и А антикоммутируют. Если они совпадают, то там антикоммутатор равен 1. Ну и совершенно аналогично. Вот этот оператор акрест ν на А ν – это есть оператор числа частиц в этом состоянии. Но если в этом состоянии частиц нет, то тогда оператор А, действуя на эту частицу, даст 0. Действуя на эту частицу, даст 0. Если нет, то состояние пустое, потому что уничтожать ничего. Если там есть частица, то оператор А эту частицу уничтожит. Оператор А снова ее пробивает. И в результате будет единица ответ. Расследование ν автоматически будет иметь собственное значение либо 0, либо единица. Но у них собственного значения нет. Теперь. Значит, это оператор, который рождает частицу или уничтожает состояние с квантовыми числами ν, с набором квантовых чисел ν. Значит, если мы введем лавановую функцию в координатном представлении, чьи ν от r. Чьи ν – это вот набор квантовых чисел. Если мы введем лавановую функцию в координатном представлении, то вот такой оператор можем построить. оператор, например, си от r, который есть сумма по ν, а – ν, на фи с ν от r. Смысл этого оператора очень простой. Естественно, этот оператор уничтожает частицу не в состоянии каком-то определенном, а в точке r просто. Просто в точке r. Если в точке r есть, то он ее уничтожит. Если нет, то будет ноль. Ну и аналогично оператор, кси-крест. От r. Сумма по ν. Это оператор, который рождает частицу в точке r. Причем, просто рождает частицу все равно в каком-то состоянии. Видите, здесь в любом состоянии она может быть. Тогда вот такой вот оператор составим здесь. Си-крест от r на пси от r. Какой же его будет в смысле? Чтобы выяснить, какой у него смысл, давайте возьмем среднее значение этого оператора по какому-нибудь состоянию. По основному состоянию системы, например. Ну, это можно переписать так. Это будет сумма по ν1, ν2. Где-то будет среднее значение от a-крест, ν1, а, ν2. И где-то будет стоять фи-крест, ν1, от r. На фи-н2, от r. Теперь, среднее значение, естественно, будет отлично от 0, только тогда, когда ν1 и ν2 совпадают. Потому что иначе у вас это будет 0. Когда они совпадают, то это оператор числа частиц в данном состоянии. Это есть сумма по ν1, ν2, на фи-крест, ν2, от r. То есть, смотрите, что такое фи-н2, это распределение плотности, плотность частиц в пространстве. Плотность частиц в пространстве. Ну и тогда смысл этого оператора понятен, это будет просто оператор с плотностью числа частиц. Если вы проинтегрируете фа-р, фа-р, по объему проинтегрируете, Интеграл от d3r, от этой величины, сумма по ν, ν, φ, ν, от r, по модуру в квадрате. Интеграл от квадрата модуля волновой функции в системе, он равен единице. И дарает от ответа просто сумма по ν, ν, ну это есть плотность числа частиц в системе. То есть, там, где есть частицы, это единица, и он дает вклад в сумму. А там, где ноль, там, где частиц нет, он ничего дает, где состояние дает вклада. Поэтому это просто плотность числа частиц. Значит, вот очень удобный оператор на плотности числа частиц. Значит, я напомню, что если у вас оператор числа частиц в первичном фронтовальном выглядит так, что это был ρ , это есть сумма по a в дельта функции под r минус r , где, как а, это координаты частиц, то в нашем случае оператор выглядит гораздо проще, что оператор ρ , есть c крест , ну, и надо полностью копировку c крест , c крест , c крест , ну, почти, почти как вот это. Почти как вот это. То есть, плотность частиц в точке r. Ну, и вот это нам понадобится, когда мы будем строить библиотенят в систему, а это оператор очень удобный. Так. Ну вот. Теперь, значит, давайте, после такого некоторого введения формального, давайте перейдем к вопросу о парных корреляциях. Значит, смотрите. если у вас имеется какой-то уровень, давайте пока что рассматривать сферический случай сферических ядер и реформированных, значит, есть какой-то уровень с полным, то есть, моментом одночастичным жи. Жи. Омременный жи. Вот есть такой уровень. Значит, вы сажаете туда частицу. Пусть он был пустой. Пустой мы будем его, значит, вот таким вакуумным состоянием означать. Пустой уровень. Значит, если вы посадили туда пару частиц, то вы должны обязательно посадить их в разное М. Открест М. Значит, открест М1, открест М2. Вот вы посадили пару частиц из этих состояний. М2. Теперь, если вы сажаете эту... Э... 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 Собирать состояние с полным моментом. То есть, мы должны умножить на коэффициент крепших гортана жи. М. Жи. М1. Жи. М2. И просунтировать по М1 и М2. Это есть состояние с полным моментом жи. С полной коллекцией крепких. Эти состояний много. Какие состояния возможны? Ну, вот из-за того, что у вас эти операторы антикоммутируют, антикоммутируют, то все э... Все коэффициенты крепших, которые антисимметричны относительно перестановки вот этих двух, у вас будут... Вернее, которые симметричны относительно перестановки вот этих двух, они будут вылетать. Останутся только те, которые будут менять знания. Ну, так вот, оказывается, что у вас состояния эти функции могут быть только такие. Это будет 0, 2, ну, они всегда внутренне положительные черты, потому что две частицы. 2 плюс, 4 плюс, и так далее, до 2 жи. До 2 жи. То есть только черные моменты. Нечетные моменты здесь не присутствуют. Волновая функция должна менять знак при перестановке частиц. При перестановке частиц. Поэтому здесь только такие вот остаются. Нечетные здесь намекают. Они принципом Пауля запрещены. антисимметрии его новой функции. Свойства антисимметрии его новой функции относительно перестановки. То, что это фермерное. У вас ничетные моменты здесь автоматически выпадают. Не имеет места. Теперь смотрите. Вот если вы возьмете состояние с нулем с полным моментом 0 вот это состояние то крепче будет совершенно просто. Это есть единица на корень из 2 жи плюс 1 а здесь будет стоять сумма по одному только r а крест м а крест минус m а крест минус m а крест если m равно 0 тогда m1 плюс m2 должно быть равно 0 ну и я обращаю ваше внимание что теперь давайте вспомним свойства волновых функций по отношению к отражению времени по отношению к отражению времени когда мы обсуждали отражение времени то мы видели что состояние с моментом жи и проекции m при отражении времени при действии аппаратурное сопряжение оно переходит в состояние жи минус m и с множителями минус единица в степени жи минус m то есть если вы посмотрите сюда то видно что состояние спином 0 у вас частицы сидят пара сидит в состоянии сопряженных по времени вот эти два состояния они сопряжены по времени теперь состояние сопряженных по времени отличается только видите проекцией момента а радиальные волновые функции у них абсолютно одинаковы это означает что если у вас есть взаимодействие притягивающие у аппарата 1 2 притягивающие то это притяжение будет максимально для состояний как раз сопряженных по времени потому что волновые функции будут перекрываться максимальным образом вот здесь в этом антеграме когда вы смотрите здесь среднее значение энергии взаимодействия то у вас входят волновые функции этих двух частиц и эти волновые будут максимально перекрываться друг с другом это означает что вот это состояние будет иметь Чем другие состояния с другим моментом. С большим моментом отлично отравляют. Ну и вот это явление наблюдается всегда в четно-четных ядрах. Если посмотреть на съемку, в четно-четных ядрах картины выглядят примерно так. Вот тут сейчас схема приводит уровень ядра. Полония 250. Вот и самое состояние. Оно от первого возбужденного состояния к моменту 2+. То есть, видите, тут как раз вот последовало. То есть, 0 плюс 2 плюс 4 плюс 6. Четные моменты. Полония 210, он имеет два протона на пустом уровне. То есть, нижний уровень заполнен и по уровню два протона на пустом уровне. Ну и вот спектр. Вот смотрите. Вот это состояние от этого отделено на 181 кэр. То есть, довольно заметно. А следующее состояние от них уже отделены, ну, мид 400 кэр. Тут, а тут вообще совсем рядом. Ну, это означает, что средняя причина взаимодействия притягивающего, который, в общем-то, имеется в гидре, оно максимально для состояния 0+. Для состояния 0+, максимально. А если состояние не имеет момента 0, то тогда маточные элементы этого взаимодействия, они не слишком отличаются друг от друга. То есть, по вот этим состояниям маточные элементы примерно одинаковы. Вот так. Ну, и это явление типичное. Вообще говоря, во всех четно-четных ядрах у вас вблизи основного состояния есть энергетическая щель. Ну и можно думать, что эта щель как раз равна энергии, требуемой для того, чтобы разорвать пару. То есть, сделать его отличный энергомомент. Ну, и число состояния выше, уже когда пары разорваны, у вас, конечно, будет гораздо больше. Поэтому плотность уровней. У вас вот здесь есть провал вблизи основного состояния. Да, все такое. Канчается батарейки. Вблизи основного состояния есть плотность и уровня пары. Провал, а дальше у вас ситуация... Дальше плотность уровня резко возрастает. Ну и, между прочим, если вы посмотрите, наверное, формула масс и вот там спаривательная G, то величина щели вот этой, вот этой, вот этой щели... вот так, знаете, дайте я принесу свою. Вот, величина вот этой щели, она как раз примерно отвечает, вот, величине спаривательного парного вклада в этом формуле масса, и вот эта щель, она как разорвана, и вот эта щель, она в средних ядрах, побольше из-за вот этого корня из-за, а в тяжелых ядрах она несколько уменьшается. Но все равно нам, как видно, что мы там провели одного МЭЛа, все равно остается где-то в районе одного МЭЛа. Теперь, значит, вот, если это так, то вообще и в нечетных ядрах должно быть то же самое, что у вас есть в нечетных ядрах возбуждение нечетной частицы, там, конечно, плотность уровня больше, из-за этого есть просто, когда нечетные частицы перескакивают на другие уровни. Но еще есть возбуждение, связанное с разрывом пары. Поэтому, при какоменном порядке МЭЛа, у вас должны быть... плотность уровня должна резко возрастать. Ну и вот давайте еще один пересунок посмотрим. Пересунок посмотрим. Вот эта схема уровней низкодлежащих ядрах РБ... Так, сколько тут? 168, что ли? РБ-168... Да, 168, да. Значит, вот смотрите, вот здесь вот, вот идет какая-то такая, очень ярко выраженная полоса, ноль плюс, два плюс, четыре плюс, шесть плюс, восемь плюс. И это идет до энергий... Так, вот в общем, это плохо видно. Энергия у него здесь вот... А вот здесь вот появляется. вот такой камень. Ну, в общем, вот эта полоса... И видите, характерная особенность вот этой полосы? что расстояние между уровнями растет с моментом. Растет с моментом. Растет с моментом. Энергия вроде формирована. Растет с моментом. Поэтому, у него должен быть вращательный спектр. Должен быть вклад в вращение. Ну, и вот действительно, вот этот вклад, вот эта вот... Вот эта полоса... Эта вращательная полоса... Живь на жизнь друг друг другу. Поделим на два момента инерции. Нам что-то да. Построенная на основном состоянии. Дальше... Вот у вас... Начинается... Вот плотность уровня начинает вот здесь резко возрастать. Вот тут уже, видите, полоса, которая идет с двойки. Начинается. Потом четыре... Пять... Шесть... Семь... Восемь. Начинается с двойки. Эта полоса... Которая начинается на возбужденном... Это тоже вращательная полоса. Но она построена уже не на основном состоянии, а на возбужденном состоянии, в котором К, проекция на оси симметрии литра, равна двойке. И это... Состояние отвечает... То, что называется гамма-колебанием. Значит, если вы помните, на лекции у нас было две переменных, для описания формы индра бета и гамма. Вот. Ну, у них есть, конечно, среднее значение, но, в принципе, у вас колебания поверхности тоже могут быть. Поэтому эти бета и гамма переменные, они тоже могут колебаться. В зависимости от времени. И вот есть два типа колебаний. Бета-колебания и гамма-колебания. Поскольку гамма-колебания отвечает проекциям момента равной двойки, то всегда оно имеет проекцию на оси симметрии, равную двойке. И вот начинается тогда... Вращение начинается с момента двойки. Это вот не вращающиеся, просто колебания. А дальше у вас витрон начинает вращаться, и здесь уже эти моменты идут не через двойку, как для основного состояния, а уже подряд. Возможны все моменты. Вот эта вращательная полоса построена на основном состоянии. Вот. Ну вот я тут не вижу энергии никаких. Вот. Это R267 плюс... Плюс нехитронно, что я здесь. Она написана. Может быть, у меня здесь будет виднее книги. Это из... Мне здесь тоже непонятно. А, ну тут, по крайней мере, можно видеть, что... Вот это расстояние — это три мэла. Три или... Да, три с лишним. Три с половиной мэла. Вот это расстояние. И видно, что вот здесь вот у вас... Есть только небольшое количество уровней. Небольшое количество уровней. Ну, где-то, начиная с мэла, вот здесь начинается уже плотность уровней повышаться. Вот здесь уже возможен разрыв пары, поэтому плотность уровней возрастает заметно. Вот все уровни, которые лежат ниже вот этого энергии, они фактически отвечают каким-то таким коллективным движением. В ядре, типа колебаний поверхности, деформированные гамма-калебания, бета-колебания и гамма-колебания, и вращение ядра как целого. Вращение вокруг оси симметрии. Не вокруг, а перпендикулярной оси симметрии. Так, ну, теперь. Значит, вот видно, что вот все спектры обладают вот этими самыми парными свойствами, имеют вот эти ядреные парные корреляции, которые выделяют основное состояние с момента ноль и опускают его заметно ниже. То есть есть спаривание. И это спаривание, оно совершенно подобно тому, что происходит в твердом теле, когда металл превращается в сверхпроводник. То есть вот это спаривание имеет ту же самую природу. И в этом смысле говорят, что ядерное вещество сверхтекучее. Точно так же, как у вас при наличии спаривания электронных появляется сверхпроводимость, так и здесь ядерное вещество обладает свойством сверхтекучести, потому что движения идут без трения. Движения идут без трения, потому что не хватает энергии на возбуждение. Потеря энергии идет отдельными порциями. И если основное состояние отделено от возбужденных и щелью, то тогда у вас автоматически получается, что трения не будет, у вас потери энергии должны быть больше, чем вот эта щель. Тогда можно говорить о том, что у вас появляется трение. Так, ну вот, теперь, если есть такое выделенное состояние, что у вас частицы садятся парами, то тогда можно построить схему, которую вот тут мы называем схему синьорити. Схему синьорити. И она так в простейшем виде описывает вот это явление. Вот, надо теперь отметить, что, поскольку в ядрах число нейтронов и число протонов разное, и поэтому нейтроны и протоны вблизи поверхности фермы занимают разные уровни, то спаривание идет только между частицами одинакового сопта, то есть между протонами и между нейтронами, потому что тогда они могут занимать состояние сопряженной по времени. Поэтому корреляции нейтрон-протоны, они возможны только в легких ядрах, в которых у вас число нейтронов и протонов одинаково. Ну, либо в экзотических ядрах, около вот этой самой Бриплайн, там, где число протонов и число нейтронов бывает тоже одинаково. Далеко от области стабильности. В таких ядрах тоже можно надеяться увидеть распаривание между нейтронами и протонами. Так, теперь, ну вот, давайте строить состояние с определенным синьоритем. Значит, если у нас сферическое ядро, то тогда состояние сопряженной по времени, вот мы писали, что это минус единица в степени, это я уже говорил, минус единица в степени g-r на состояние g из противоположной проекции. Но, вообще говоря, в деформированном ядре у вас состояние не имеет определенного момента, момент не сохраняется из-за информации. И поэтому, вообще говоря, давайте мы будем обозначать состояние деформированного ядром набором квартных чисел лямбда, а состояние сопряженной по времени мы будем обозначать лямбда с волной. Мы просто введем такое обозначение, что лямбда с волной означает состояние, сопряженное по времени. Ну, это состояние, естественно, если вы разложите его на состояние определенное g-r, то вот это состояние сводное, оно и понятно, что такое это есть. Сумма g-r, cg-r, минус единица в степени g-r, g-r. Если вы знаете, как устроено вот это состояние, то вы знаете, как устроено это состояние. То есть оно строится вот из таких состояний. В общем, будем считать, что у нас вот эти есть состояния, сопряженные по времени. Так, ну и давайте введем тогда оператор, который будет рождать пару частиц. Вот крест вот в этих сопряженных состояний. Мы напишем, что он равен сумма по лямбда, по всем. Поэтому я напишу одну вторую. Здесь бы стоять а крест лямбда, а крест лямбда степени. То есть вот мы родили две частицы в состоянии сопряженных по времени. Мы опять суммируем по всем состояниям. То есть это просто рождает пару. Пару вот такую коррегулированную, которая сидит в состоянии сопряженных по времени. Всегда. Я хочу напомнить, что за фермионом у вас t квадрат равно минус соединения. То есть вы еще раз делаете вот это самое сопряжение. У вас здесь появится множество минус единицы в степени 2g, которые нечетные. Поэтому у вас дважды сопряженные по времени состояния, оно переходит в первоначальное со знаком минус. Ну тогда вот этот оператор, если вы сделаете еще одно преобразование сопряжения времени, две типы поставить, то это будет равно минус окрест лямбда. Минус окрест лямбда. Вот это свойство оператора, свойство фермиона надо будет помнить. Так. Так, ну вот, состояние с одной парой на уровне с моментом g, на одном будем, ну где-то там на каком-то уровне, который характеризуется вот этими квадратными числами. Это, естественно, будет вот состояние P крест на 2g. Не было частиц на уровне, посадили пару. Вот это состояние. Ну теперь надо его нормировать. Это состояние. Значит, нам нужно вычислить тогда вот такой P. Вот такое среднее. Вот такое среднее. Ну для числами такого среднего нам достаточно протащить вот это P сюда. Тогда оно действуя на пустой состоянии будет давать норму. Вот. Поэтому просто эта величина равна в среднем значении от комбутатора P с P крест. Ну этот комбутатор вычисляется непосредственно. Я хочу напомнить, что у вас... да, давайте один раз прокоммутируем, чтобы было понятно, как это делается формально. Значит, давайте посмотрим. Значит, вот у вас есть сумма по грамда и 1 с грамда 2. И здесь стоит одна четвертая. Здесь стоит комбутатор. Вот A крест грамда 1, A крест грамда 1 с волной. А крест грамда 2, A крест грамда 2. То есть здесь, где P, это A будет. Здесь будет A. Здесь волна будет переставлена сюда. А этот, значит, P крест. P крест грамда 2 с волной. Комбутатор мы... давайте распишем через комбутатор снова же. Это равно A кряда 1 с волной. На комбутатор A кряда 1 с волной. А крест грамда 2 с волной. А крест грамда 2 с волной. Ну и плюс в другую сторону мы ввесим. Плюс комбутатор A лямда 1 с волной. Снова с А крест грамда 2. А крест грамда 2 с волной. А вот эти комбутаторы уже можно расписать через антикоммутаторы этих операторов. И вот через антикоммутаторы он расписывается так. Значит, комбутатор A лямда 1 с волной. Что там, с волной? Нет, без волной. Лямда 1 с А крест. Лямда 2 с А крест лямда 2 с волной. Он равен. Значит, этот сюда выносит. Это будет антикоммутатор A лямда 1 с А крест лямда 2 с волной. Минус антикоммутатор, где у вас вот этот перенок проносится сюда. Поскольку он проносится через вот этот, то появляется знак минус. Они антикоммутируют. Минус А крест лямда 2. А здесь снова остается антикоммутатор A лямда 1. А крест лямда 2 с волной. Ну вот, эти антикоммутаторы уже известны, чему равны. Дерта лямда лямда 1 лямда 2 и дерта лямда 1 лямда 2 с волной. И дальше снова сюда выставляем эти коммутаторы. И в ответ получаем следующее. что вот этот коммутатор, он, оказывается, коммутатор P с P крест, он равен. Вот я напишу помненно пополам минус n. Где n это оператор полного числа частиц. Это сумма вот этих антикоммута . и здесь в полном, это есть сумма в алянда, а крест лямда, а лямда значит вот, а омира, это есть просто полное число состояний на этом уровне полное число состояний на этом уровне, то есть, ну, два шкуса один, если это полный момент ну и, коль скоро у вас здесь стоят состояния, которые не содержат частицы, то этот n будет давать ноль, и у вас остается только омира пополам поэтому вот это среднее равно омира пополам просто омира пополам, и омира это число состояний на этом уровне полное число состояний, полное пространство состояний ну вот, состояние тогда с одной пары, оно выглядит таким образом это состояние, как вам напишем? ага состояние с двумя частицами и s и s нет, напишем две частицы и s равное нулю это есть это есть корень квадратных с 2 подвесно омира и здесь стоит и s умножить на ваку b s умножить на ваку так, вот тут я написал, что тут две частицы находятся и и и и s и и с ССССР – это число неспаренных частиц. В основном, состояние С всегда равно 0, все частицы спаренные. В нечетном мире С всегда начинается соединиться, потому что одна частица точно неспаренная есть. Ее некуда делать. Так, ну вот, теперь давайте сделаем перерыв, и после перерыва продолжим обсуждение всех этих войск главной корреляции. Значит, вот, с одной парой мы построили и нормировали. Давайте построим состояние с двумя парами. С двумя парами. Значит, с двумя парами мы должны подействовать дважды. оператором P-крест на P-крест на вакуум. Вот, посадили две пары. И точно так же мы должны его программировать. Значит, здесь будет P. P – основное состояние. Значит, до этого каутата я не буду учислять. ответ, сразу выпишу ответ, он выглядит так. Это равно 2, здесь стоит омега пополам, а здесь стоит омега пополам минус единица. Значит, вот, в принципе, результат вот этот, он вполне объяснит, почему здесь появилась омега пополам минус единица. То есть, в общем, можно было бы ожидать, что это будет квадрат вот этой омега пополам. Нет. Потому что здесь число состояний для второй пары уже меньше. Потому что одно состояние уже занято парой, и поэтому вторая пара туда сесть не может. Поэтому для второй пары число состояний будет на единицу меньше. Ну и дальше уже по всем, по индукции действуя, мы можем сразу написать, что вот состояние, можно написать сразу P в степени N, P в степени N, P в степени N для N пар, номеровочную множесть E, вот это средняя плановка. Так что это строится вот подобным же образом. То есть, следующий множитель будет омега пополам минус 2, омега пополам минус 3. Ну а поскольку там пара всей эквивалентной, то тут будет нарастать факториал. Тогда это будет N-бактериал здесь. Здесь будет омега пополам, а здесь будет омега пополам минус N-бактериал. Ну то есть вот произведение. Омега пополам минус N-бактериал. Так, значит вот, N-бактериал это просто все пары эквивалентны, поэтому есть симметрия относительно их перестановок. Пару. Н-бактериал отсюда возникает. Ну а вот этот элемент называется блокировка. То есть пара, которая там уже есть, для другой пары блокирует часть состояния. И если у вас есть мысль от N-частиста, то вот N-состояние не забанкировано, поэтому средний, вот этот маточный элемент имеет вот такой вид. Так. Теперь. Теперь. Ну вот это состояние, P-степеник N, оно будет по-прежнему, оно будет вот будет состояние с N-частицами, где N есть число пар умноженное на 2. 2M. 2M. N пополам в число пар. Значит, N и S по-прежнему равны любви. 1M. Это 1M. Значит, вот, там вот этот нот, вот это номерозный нот, а, на B, крест степени N на 1. Вот такой состояние, состояние с 7G равны любви. Так. Теперь, в ничетом ядре что происходит? Ничего там не древ. У вас уже одна орбита занята. Поэтому, если вы сажаете пару на состояние, в котором одна орбита уже занята, то тогда у вас сразу получается... То есть у вас было состояние такое, у вас в состоянии была одна частица уже была, ответ лямбда, и вы сюда еще одну пару сажаете по кресту. Ну тогда нормировка этого состояния сразу у вас будет учитывать, что одного состояния нет, оно блокировано вот этой частицей. Ну и поэтому сразу это будет равно 0,5 минус единица. Ну и аналогично, если вы еще n пар посадите, то все равно вы вот здесь должны везде одно состояние вычеркнуть. Поэтому n пар с одной четной частицей будет у вас здесь начинаться не с сумминга пополам, а с сумминга пополам минус единица. Потому что у вас все остальные заняты. Так, ну вот. Теперь давайте мы с этими парными императорами попробуем построить модель динамическую, форму, которая описывает вообще явление парной корреляции. Значит, для этого надо начать нам с гамильтониана, и включить в него взаимодействие между частицами. Гамильтониан, давайте начнем его записывать во вторичном кварталоне. Это удобно будет. Значит, энергия невзаимодействующих частиц, она пишется очень просто. Потому что вот если у вас есть частицы, которые сидят на уровне лямбда, у него уровня есть энергия ελ. Ну тогда полная энергия, это будет сумма во всем лямбда, ελ на n лямбда, на m лямбда. Это есть полная энергия. Тогда гамильтониан, оператор, будет записываться как-то. Просто мы подставим, что такое вот это число заполнения, и получим, что это будет ελ умножить на a2 лямбда, a2 лямбда. Вот эти взаимодействующие частицы. Теперь надо что-то нам сделать со взаимодействием. Ну, чтобы получить правильный гамильтониан взаимодействия, давайте мы воспользуемся вот этим самым нашим координатным представлением, оператором в области. Значит, что такое у вас энергия взаимодействия? Значит, вы должны написать, что у вас потенциальная энергия u. Энергия взаимодействия есть. Одна вторая сумма i, j, не равна i, не равна j, они не равны друг другу, u от r, i минус r, j. Теперь мы перечислим. Всё, всё, вспомним. Это взаимодействие системы. Так, давайте мы её теперь перепишем следующим образом. Давайте мы здесь ещё включим диагональные члены сюда. Напишем, что это равна 1 вторая сумма opi и j, включая и диагональные члены, u от r, i минус r, j. И вычтем отсюда 1 вторая сумма opi, q от 0, и равна j, вычтем вот этот диагональный член. Так, а вот эту часть мы теперь перепишем в таком виде. Мы перепишем, что это есть, это равно интеграл 1 вторая, интеграл d3r, d3r' а здесь стоит сумма opi, delta r, минус r, i, u от r, r', а здесь сумма opi, delta r, r, j, а здесь сумма opi, delta r, r, j, минус r, j. Так, ну и минус 1 вторая сумма opi, а теперь просто мы берем, это и есть оператор плотности в первичном квантовании, что называется, обычный кванто-механический оператор плотности, вон он выписан на доске. Ну и тогда просто давайте заменим его на наш оператор во вторичном квантовании. И тогда мы получим, что u равно 1 вторая интеграл d3r, d3r' здесь будет стоять psi кресло opi, psi opi, 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 opi. Так, а теперь давайте сделаем следующее, давайте вот эти два оператора поменяем местами. Поменяем местами. Тогда у вас r, r стоит, здесь r4. Значит, вот эти два оператора поменяем местами. Вернее, давайте тоже сделаем так. Вот этот оператор мы перетащим вот сюда в конец. Тогда два раза антикоммутируя его, у вас знак останется плюс, и выражение перейдет следующее. Это будет равно 1 вторая интеграл d3r, d3r' здесь будет стоять psi крест от r, psi крест от r', u от r минус r', на psi от r', psi от r'. Так, и еще мы должны сюда добавить вот этот антикоммутатор psi с psi крестом. Этот антикоммутатор есть в бектрофункции от r минус r', ну и так далее. Легко видеть, что здесь получается u от 0, а здесь интеграл по объему от плотности, он в точности равен вот этому джину и его сокращает. Поэтому вот это и есть конечное выражение, конечное выражение. Ну вот теперь мы можем от этого выражения перейти к лямбе представлению, к этому представлению, и переписать это в лямбе представление, воспользовавшись тем, что есть у нас оператор, что psi от r будет где-то я с тем же, да, что оператор psi от r выражается через оператор a и волновые функции. Тогда волновые функции у вас интеграл по координатам даст матричный элемент от u по состояниям nu и nu' и в результате у вас получится вот такое выражение. Здесь значит будет плюс одна вторая сумма по nu1, nu2, nu3, nu4. И здесь также будет стоять а nu3 на а nu4. Вот такой вид. То есть у вас все кресты стоят слева, а чем одни крестов. Как вот здесь вот, эта картина сохраняется. Значит, вот мы выписали библиотониан. И теперь с этим библиотонианом будем строить нашу модель. Ну понятно, что точно эта задача не решается. Значит, я здесь напишу отрез a, а тут будет nu, ну ладно, это все едино. Вот это общий гиблиотониан с двухчастичным взаимодействием. Так, теперь, что мы знаем про него? Что нам надо от этого крестоняна? Нам надо оставить только в этом крестоняне ту часть, которую мы хотим изучать. А все, что не имеет отношения к этому, давайте просто выкинем. Что мы должны оставить? Ну мы знаем, что самые большие маточные элементы идут между состояниями, которые сопряжены по времени. Сопряжены по времени. Поэтому давайте мы вообще в этой сумме оставим только вот именно эти состояния. То есть сразу мы возьмем, что здесь будет стоять здесь будет стоять nu1 с волной nu1 с волной так, и здесь тоже напишем здесь будет nu4, а здесь будет nu4 с волной. 4 с волной вот в такие состояния написали вот здесь вот взаимодействие идет между читителями, которые находятся в состоянии сопряжены по времени. ну и мы считаем, что это взаимодействие максимальное, и все остальное поэтому выкинули. Так, это одно упрощение. Второе упрощение. Давайте мы примем, что вот этот баточный элемент, вообще говоря, константа. просто констант, и все. Не зависит от этих индексов, nu и nu4. Для нашей модели. если мы рассматриваем на одном уровне, то на одном уровне, на одном уровне если находится, то на одном уровне у вас, конечно, он будет констант. Ну и поэтому давайте, сейчас я посмотрю, как тут лучше его обозначить. А вот так. Да, вот так вот. Обозначим. Значит, я обозначил эту величину константы, как как g. Как g. Константа обозначена, что вот этот вот матричный элемент, nu1, nu1 в славной, nu4 в славной, nu4. Это просто некая константа g. Тогда что мы видим? Мы видим, что вот здесь у вас образуется в том числе сумма идет только по nu, nu, так, nu4, и nu1. Осталась уже. Сумма осталась только по вот этим состояниям. Мы оставили. Да, и дальше. Теперь, если матричный элемент не зависит от nu, то тогда у нас вообще получается, что это будет давайте мы напишем, что это есть g пополам. Вот так. g пополам. Ну и тогда получится, что здесь стоит оператор b крест, а здесь стоит оператор b. Тогда наш гемодинян превращается в следующее. Да, и теперь возьмем еще, что мы находимся на одном уровне, то есть все ε-грамды одинаковые. На уровне с одинаковой энергией. Поэтому тут получается, что это будет равно. ε-грамды. Значит, уровень 1 рассматриваем. ε-грамды равняется ε. 7. Тогда тут образуется число частиц, конечно. А тут будет плюс g, да? Плюс пишем, да? g на P крест, P. Вот такой выберут меня, в которой содержатся три оператора. Оператор числа частиц, оператор P и оператор P крест. Так. Ну вот, теперь дальше мы давайте посмотрим на их компенсационное соотношение этих трех операторов между собой. И дальше будем выяснять. Этот гемодинян, оказывается, можно диагностировать точно. То есть решить точно. В чем прелесть вот этой самой модели. Смотрите. Значит, смотрите. Значит, если я выпишу коммутаторы. Значит, коммутатор P с P крест у нас равен, он равен, он равен, он равен, минус n. Так. А коммутатор P с n будет равен 2P. Так. А коммутатор, соответственно, P крест с n будет равен, минус 2P крест. Так. Вот. А P с P крест у вас снова дает n с некоторым сдвигом. Не напоминает ли вам чего-нибудь знакомое вот этот набор коммутаторов? Нет ли чего у них писать такого, какой-то ассоциации знакомой, со знакомыми коммутаторами? Здесь. Ну вот. Смотрите. Если ввести такое обозначение, сказать, что L- это есть P, L- это есть P, L- это есть P крест, и еще написать, что Lz равняется 1 вторая N, минус 2P крест, и еще написать, что Lz равняется 1 вторая N. То тогда в эти три коммутатора просто есть коммутаторы опитального момента. Ну, коммутаторы момента, углового момента. Не обязательно это так. Просто операторы момента. Совпадают с коммутаторами оператором момента. Ну и все. Тогда, в общем, задача решена. То есть вот такой вот квазиспиль, его можно назвать, у которого, видите, Lz пробегает значение от минус омега на 4 до плюс омега на 4, потому что N равно нулю. Уровень полностью заполнен, то это равно омега на 4. А когда уровень полностью заполнен, то это равно омега. Здесь получается, что Lz у вас пробегает значение больше или равен минус омега на 4, соответственно, плюс омега на 4. Так. Значит, вот есть один оператор диагональный. Ну, у нас действительно число чисто всегда фиксировано. Оно квантовым числом является, поэтому это естественно. Значит, Lz у нас диагонален. Ну и второй оператор, который диагонален, это оператор квадрата момента. Оператор квадрата момента, он выглядит здесь следующим образом. Если мы напишем Lz квадрат, соответствующий квадрат, это вот не за спина, а квази-спина. Это будет вот Lz квадрат минус Lz, естественно, плюс P крест P. P крест P. Ну, откуда видно, что у нас вообще все энергии уже есть. Значит, P крест P выражается через L квадрат, который диагонален. И N тоже у вас квадратовое число. Так, ну и, естественно, в каких пределах меняется L? Значит, при дамах L у вас L квадрат меняется. Минимальное значение должно его совпадать с Lz. Минимальное значение, то есть L равняется, L будет больше или равно. Значит, Lz это будет как раз, сколько там? Ну, оно будет Lz. Ну, а максимальное значение, оно будет совпадать с максимальным значением Lz. Максимальное значение L квадрат, которое могло быть, это будет меньше или равно омега на 4. И вот R продвигает вот такие значения. Ну, теперь надо подставить его энергии и посмотреть. Посмотреть, что получается. Значит, если подставить вот сюда вот это выражение, вот сюда поставить вот этот крест, и воспользоваться тем, что L квадрат равномерное на L плюс единица, то у нас получится вот такое выражение для энергии. Вот такое выражение для энергии. E от N L равно Epsilon N, естественно, плюс G4 на N минус омега пополам минус 2 минус G на N на L плюс 1 И вот отсюда видно, что при заданном N числе частиц основном состояние будет состояние с максимальным L. То есть N равно омега на 4 плюс омега на 4. Вот, если... Давайте рассмотрим случай. Пусть омега на 4 тоже чёрное число было, допустим. И вот это число синьорити, которое там было написано, Оно... Есть число неспаренных частиц, и через этот L оно выражает следующим образом. S равно 2, здесь омега на 4 минус L. То есть при максимальном L у вас все частицы с папиной это основное состояние ограживает ниже 2 энергии. Ну и по переменшению L по переменшению L у вас растёт число разорванных пар. Сразу по двоечке. Сразу по двоечке. Сразу по двоечке. То есть S меняется в этом смысле от 0 до полного числа частиц M. Когда у вас все пары разорваны. По полного числа частиц M. Ну и вот теперь если записать... Если M чёртная, чёртная, чёртная дробь, то тогда у вас синьорити тоже чёртная. И тогда я напишу, что где S от M при данном тяне? Это есть. Epsilon M. А здесь будет стоять следующее. G плюс G на 4. N минус S умножить на N плюс S минус хомика минус 2. Вот такое получилось выражение. Нас интересует, конечно, энергия возбуждения. Поэтому мы должны найти энергию ES от N минус E0 от N. Это энергия возбуждения. Ну и мы видим, что это есть G на 4. С умножить на Омега минус S плюс 2. Вот так вот. Так, и что же мы видим здесь? Мы видим, что... Ну, пока S у вас мало по сравнению с Омегом. S мало по сравнению с Омегом. Омегом может быть большой... Предполагаем, что Омегом достаточно большое число. То у вас энергия растет линейно. С числом разрыва пара. Вот. Это есть просто G на Омег пополам. О. Вот смотрите, что получилось. Значит, у вас получилось следующее. Значит, вот энергия разрыва. Вот это интересное выражение. G – это маточный элемент. Взаимодействие. Маточный элемент взаимодействия. Если у вас взаимодействие короткодействующее, этот маточный элемент имеет порядок единицы на объем ядра. Потому что вот здесь стоит 4 Ом новых функций. 4 Ом новых функций. Ну, если это короткодействующее, то одно интегрирование снимается. И у вас, значит, 4 Ом новых функций. Это единица на V квадрат. И еще интеграл один по объему остался. То есть единица на V. То есть единица на объем ядра. То есть это ядра маленькая. В среднематочный элемент. Маленькая ядра. Но вот здесь оно умножается на число состояния на уровне. Возможных, доступных. Поэтому эта малость вообще компенсируется. Довольно сильно. Сильно. И эффект получается заметный. От этого спаривания. Так. Теперь. Что будет в нечетном ядре? Ну, в нечетном ядре мы должны, скажем, M заменить на M плюс 1. И S тогда начинается с единицы. S тогда начинается с единицы. Ну, и тогда энергия основного состояния в нечетном ядре отличается от энергии основного состояния в черном ядре. Вот только тем, что у вас прямо из этой формулы в одном случае M плюс 1 надо писать. В другом случае M и 0 и M плюс 1 и единицу. Тогда получится, что ядре черного ядра и M плюс 1 и M плюс 1 равняется E0 от N плюс епсилон и плюс G на N по поламу. То есть кроме того, что у вас еще энергия и целом уровня появилась, у вас еще появилось взаимодействие тоже довольно большое число. G на N на полное число частиц на уровне. Все частицы у вас дают вхват в эту энергию. В разности энергии. Энергии нечетного ядра. Вот видно, что, конечно, у вас нечетного ядра будет иметь энергию больше. Так. Теперь, если 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 возьмем состояние с M плюс 2 то мы получим следующее, что E0 от N плюс 2 соседние ядра будут смотреть M плюс 1 M плюс 2 это будет равно E0 от N плюс 2 епсилон плюс плюс G на N значит еще сколько G добавляется и минус G на уреку пола минус G на уреку пола минус G на уреку пола это вот 2 дельта ну и тогда мы можем тут написать замечательную формулу по которой, собственно, и определяется величина вот этой самой дельты парной энергии получается получается что E1 от N равняется E0 от N тут M плюс 1 E1 плюс E0 от N плюс 2 пополам плюс Дельта то есть, смотрите, у Дельта есть разность между соседним нечетным ядром и полусуммой энергии связи соседей этого нечетного ядра вот это просто формула по которой дельта по массам ядра масса ядра массы ядра известны поэтому просто вот эту дельту вычисляете вот эта дельта вычисляется так, ну вот ну вот это прямо вот четный эффект который наказается в энергии связи ядра то есть вот такое спаривание оно действительно имеет место я хочу сказать, что здесь у вас уже состояние основное оно не представляется как состояние в котором сидят невзаимодействующие частицы здесь видите здесь у вас движение коррелировано у вас пар очень много состояния у вас пар из-за того, что здесь сумма по состояниям по состояниям в операторе рождения у вас нет отдельного заполнения отдельных проекций а есть вот такая конгерентная суперпозиция вот этих всех вот этих всех состояний заполненных вот ну вот это простая модель ну следующий шаг который мы сделаем это переход в теории Бардино-Купера-Шлиффера как происходит в этой модели так что в принципе даже вы будете после этого знать как устроить серопроводник так так ну и все на этом мы сегодня закончим все так так все и все так все